Рассказать о некоторых особенностях ядерной физики, которые связаны с тем, что мы пытаемся на наших ускорителях, о которых рассказывал профессор Трубников и доктор Карпов, получать ядра в экстремальном состоянии, то есть, как мы их называем, экзотические ядра. Что значит экзотические ядра? Это ядра в экстремальном состоянии по спину, по температуре, по деформации, по числу нейтронов и протонов и так далее. И вот, изучая свойства таких ядер, мы в настоящее время убеждаемся, что те основные понятия ядерной физики, модели, предсказания, в общем-то, не очень работают. Ядра в таких состояниях ведут себя совсем по-другому. Очень важно определить границы ядерной стабильности. Вот доктор Карпов определял и показывал для сверхтяжелых ядер. Я начну вообще с самых легких ядер, начиная от изотопа водорода, и покажу, как меняются их свойства, как меняется вот эта граница. Я хочу показать, вообще, зачем это надо, потому что вот здесь все время говорили, что для чиновников, для налогоплательщиков всегда надо отвечать на вопрос. А зачем хозяя боя? Ну зачем это надо? Что это дает народному хозяйству? Только тогда можно получать деньги, одобрение общественности. Поэтому всегда, говоря о фундаментальных свойствах ядерной материи, мы всегда говорим, а зачем это нужно и что это дает? Я тоже попытаюсь в своем докладе немножко проводить мостик между фундаментальными результатами, результатами фундаментальной физики и прикладными исследованиями. Так, что-то здесь сразу отключилось. Значит, таким образом, что вообще изучает ядерная физика? Я хочу сказать, я уже говорил об этом, что, в принципе, вся наша жизнь, все, с чем мы соприкасаемся, все связано с ядерной физикой, с понятиями ядерной физики, с методами ядерной физики, будь это фундаментальная наука, будь это прикладные исследования, в частности, даже медицина, мы знаем эти томографы, эти ПЭТ-приборы и так далее, о которых речь пойдет завтра в докладе, это все основано на методах ядерной физики. Ну, во-первых, мы получаем фундаментальные свойства ядерной материи, изучая различными методами, в том числе ядерными реакциями, с использованием современных ускорителей, изучая ядерное вещество. Очень важное направление ядерной физики – это использование тяжелых ионов, реакция с тяжелыми ионами для получения информации о свойствах ядерной материи. Вы часто будете слышать вот это понятие тяжелые ионы. Почему тяжелые ионы? Вот здесь был вопрос об атомах, да, что же вы изучаете, ядра или атомы? Изучаем мы, конечно, атомы в результате, в конечном итоге, но нам надо их ускорить, для того чтобы все эти свойства мы изучаем в ядро ядерных столкновениях, так это и называется ядро ядерное взаимодействие. Для того чтобы атом ускорить, он должен иметь заряд, естественно. Атомы, они нейтральны. Поэтому мы обдираем разными способами, с помощью различных методов и источников, обдираем атом до определенного заряда, к сожалению, мы не можем ободрать его полностью, и потом уже вот этот ион, так называемый, мы его ускоряем. К сожалению, атомы ускорить не можем. Теперь очень важно уже профессор Трубников говорил о проблемах астрофизики, о нуклеосинтезе, о образовании Вселенной, всей этой физики Вселенной, с помощью ядерных реакций в самых разных диапазонах энергии. И, наконец, в конце, очень коротко я остановлюсь опять, зачем Казиобаян? То есть, что мы имеем, получая результаты фундаментальные для прикладных исследований, самых различных? Ну, наверное, я остановлюсь только на тех, которые у нас в лаборатории ядерной реакции используются. Вот что такое тяжелые ионы. Я уже сказал, что это ионы элементов тяжелее гелия. Все это мы называем тяжелыми ионами. Вот эта физика тяжелых ионов или ядро ядерные взаимодействия или взаимодействие тяжелых ионов с ядрами характеризуется коренной перестройкой участвующих в реакциях ядерных систем, которые содержат сотни нуклонов. Самые разные процессы, вот если взять элементарные частицы типа протона, электрона, число процессов, которые сопровождают взаимодействие, оно не многообразно. Это на низких энергиях это слияние, на высоких энергиях это фрагментация, ядро фрагментирует. Тяжелый ион обладает совсем другими свойствами, многообразием каналов взаимодействия, от слияния до фрагментации. Это тоже очень важно. И вот в этих взаимодействиях, в этих каналах взаимодействия, в ядроядерных взаимодействиях, и появляются ядра, или образуется ядерная материя в экстремальном состоянии. То есть вот это и есть экзотические ядра, то есть это ядерное вещество, ядерная материя в экстремальном состоянии. Ну вот, грубо говоря, что собой представляет экзотические ядра, здесь только три параметра, это температура, я должен туда повернуться, наверное, показывать-то, нет? А к вам спиной я сяду, ничего? Смотрите. Так, я что-то не то. Нажмите. Много разных кнопочек. Вот. Представьте, представьте. Я понял. Еще. Вот это вернишь? Да, вот это красненько. Вот здесь изображено три параметра, три параметра ядерной материи. Здесь уже немножко говорилось об этом. Это температура, это изоспин, то есть соотношение нейтронов и протонов ядерной материи, это плотность ядер. И вот здесь у нас при этих параметрах, при увеличении величины каждого параметра, у нас сильно меняются свойства. Это вот переход фазовый из газа в жидкость, высокая температурная материя, это ядра с высокой плотностью, и, наконец, ядра с аномальным соотношением нейтронов и протонов. Грубо говоря, это нейтроны и протонные ядра. Вообще говоря, сегодня я бы хотел вот именно об этом параметре и поговорить. То есть вот этот параметр изоспина. Здесь я представил такую протон-нейтронную диаграмму, число протонов в ядре. Это число нейтронов, это ядра известные или предсказанные, которые можно получать. Эту диаграмму показывал доктор Карпов, и вот я бы на ней, особенно в области легких ядер, хотел остановиться. Таким образом, вот наглядно, что представляет собой физика эзотических ядер, это сверхгорячие ядра, сверхтяжелые, сверхплотные, это быстро вращающиеся ядра и нейтронно-дефицитные. Вот я покажу несколько примеров таких состояний. Вот здесь уже профессор Трубников показывал близкую к этому диаграмму фазовых переходов. Это вот температура ядра и энергия возбуждения, которая, вообще говоря, пропорционально бомбардирующая энергия. Это точка, полученная у нас в лаборатории, в нашей группе, и эти точки получены в Цернии, и вот эти точки получены в Дармштадте. То есть зависимость температуры от энергии возбуждения, от энергии бомбардирующей частицы. Мы видим, как меняются эти зависимости. Вот растет, мы увеличиваем энергию, растет температура, мы увеличиваем энергию, температура остается постоянной, увеличиваем энергию, температура увеличивается. И вот это было идентифицировано или было объяснено фазовыми переходами, когда жидкость переходит в газ. Ну, такое же явление происходит жидкость, когда мы ее нагреваем, разогреваем. Вот когда она переходит в пар, то температура не меняется. Страшно интересна вот эта область. Эта область уже переход в следующее, так сказать, состояние – это плазма. И то, о чем говорил профессор Трубников, как раз проект НИКО направлен на исследование ядерной материи в этой области. Следующая вещь – это деформация ядер. Ядра могут быть деформированы сами по себе, то есть стабильные ядра имеют статическую деформацию. Вот она определяется таким выражением. И могут иметь динамическую деформацию, то есть деформацию, которая образуется в процессе взаимодействия ядер. Вот квадрупольная, октупольная, гексодикопольная. А вот наглядно, что это из себя представляет. То есть смотрите, в ядерных реакциях с тяжелыми унами мы можем получать ядра любой конфигурации. Супердеформированные, вот октупольные в виде такой пуговицы, октупольные с такими параметрами в виде банана. То есть это напоминает генную инженерию. Вот там мы можем любые, так сказать, гены создавать, искусственно генномодифицированные продукты. Точно так же в ядерной физике мы научились создавать вот такие ядра с такой деформацией, с самой разной конфигурацией. Ну опять каждый раз я задаю вопрос, ну и что, ну умеете такой банан создавать? На самом деле это очень важный результат, который используется, например, в ядерных реакциях. В сечении взаимодействия вот таких ядер, из-за того, что радиус, их эффективный радиус, больше, чем у сферических, оно увеличивается, и процессы идут взаимодействие с такими ядерами с большей вероятностью. Оказывается, что для ядер, сильно удаленных от линии стабильности, вот такие ядра оказываются более стабильные, чем сферические. Я это покажу дальше. Вот это знаменитая протон, нейтронная диаграмма, которую доктор Карпов уже показывал. Значит, красные – это известные квадраты, известные протонноизбыточные ядра, синие – это нейтронноизбыточные ядра. Так вот, предсказано существование 10 тысяч ядер, Саша, а не 5 тысяч, 10 тысяч. Сейчас я покажу, почему теоретики уменьшают эту величину все время. Вот. А открыто где-то около 3 тысяч. Смотрите, сколько еще, какое поле деятельности для физиков-экспериментаторов. Получение новых ядер вот в этом диапазоне. Опять вопрос, ну и что это дает? Ну, получим ядра, сильно удаленные от линии стабильности. Вот мы берем легкое ядро литий, литий-6, литий-7. Оно характеризуется среднеэффективным радиусом распределения нейтронов и протонов. И, как правило, для стабильных ядер, для обычных, лежащих, так сказать, на линии стабильности, это соотношение примерно одинаково. Вот для стабильных ядер разница между, я просто буду говорить, нейтронным и протонным радиусом, он приближается к нулю. То есть нейтроны и протоны распределены примерно с одинаковым радиусом. Идем дальше. Прибавляем к этому стабильному ядро нейтрончик. Литий-8, ну, вроде бы почти такая же система. И, наконец, прибавляем два нейтрона и получаем литий-11. Ядро, которое уже не может захватить два нейтрона, где два нейтрона болтаются на внешней оболочке, образует так называемый нейтронный голов. Вот в результате этого у нас образуется ядро, легкое ядро, это литий, с колоссальным радиусом, где-то около 11 ферми, который близко к радиусу урана. Я сейчас покажу. Идем дальше. Прибавляем протоны. Один протон к литию-6, получается, берли-7. Добавляем еще один протон и получается бор-8. Новое экзотическое ядро, уже ядро с протоном ГАЛО. Вот здесь обратный вариант, здесь радиус протонный, гораздо больше радиуса нейтрона. Вот пока современная ядерная физика этот эффект никак не объясняет, как может протон, который испытывает кулоновское отталкивание, сильно находиться на таком расстоянии от заряженного ядра. Вот такой эффект есть, и он очень важен, поскольку я потом покажу очень коротко. Бор-8 является источником быстрых нейтрино. То есть самый быстрый нейтрино с энергией 11-12 мэр, Саша, в смысле, Егоров согласен, вот, специалист по нейтриной физике, образуется при распаде бор-8. Так вот, очень важно знать его характеристики и энергии распада, в том числе энергией нейтрино. То есть, вот видите, опять, ну и что из этого? Вот из этого следуют далеко идущие, так сказать, последствия. Вот распределение плотности ядра, например, литий-11, вот здесь вы видите. Вот это обычное ядро, это кор ядра, который имеет радиус, вот где-то средний, квадратичный, около 4 ферми. Но зато есть хвост, который определяется валентными нейтронами ядра литий-11. Смотрите, он идёт до 12 ферми. Вот литий-11, вот его кор, а вот ядро свинца. Посмотрите, у литий-11 это лёгкое ядро за рядом тройка, размер, средний квадратичный радиус его приближается к радиусу свинца. Это, в общем-то, совершенно необычный результат, совершенно фантастика для экзотических ядер. Теперь такой общий слайд, что мы изучаем, исследуя свойства от этих самых экзотических ядер. Ну, во-первых, это для фундаментальной симметрии, это ядерные оболочки, это тест стандартной модели, для лёгких ядер это ГАЛО или СКИН, это образование молекул, это протонный новый вид распада, протонный кластерный распад, это ядерная астрофизика и аппликейшн, и так далее. Вот сколько важных результатов мы получаем, исследуя свойства экзотических ядер. Ядерные реакции. Всё это мы изучаем и получаем с помощью ядерных реакций с тяжёлыми ионами. Это свойства ядер, это экзотические состояния ядер, то есть сильно возбуждая, их заставляя быстро вращаться и так далее. Это синтез новых ядер в самые разные области. Этой таблицы от сверхтяжёлых до сверхлёгких. Наконец, это ядерная энергетика, которая речь пойдёт, и новые технологии. Ядерные реакции, я сказал, что их много, они разнообразные, с тяжёлыми ионами, характеризуются или классифицируются, или характеризуются энергии столкновения. Это низкие энергии, промежуточные энергии, высокие энергии и сверхвысокие энергии. Это ЛХС и НИКО. Теперь, в свою очередь, низкие энергии, вот этот пункт, он делится по каналам разных реаций. Это упругое рассеяние, квазиупругое, глубоко неупругое, слияние, фрагментация и деление. Вы видите, сколько каналов реакций при взаимодействии тяжёлых ионов при низких энергиях. И, наконец, ядра реакций бывают экзотермические и эндотермические, то есть с выделением тепла и с поглощением тепла. Но вот с выделением тепла это термоядерная реакция, реакция деления. Мы видим, что когда уран-235 нейтронами делится, это режим, так сказать, атомной станции, или атомной бомбы, выделяется на один акт деления 190 мэр. И, наконец, реакции эндотермические, которые идут с поглощением энергии, это вот реакции слияния. Вот та реакция, о которой говорил Карпов, это кальций плюс кюрий, требует сверх всего ещё 160 мэр дополнительной энергии. Теперь очень важно является создать условия для протекания реакции, для того, чтобы два заряженных ядра провзаимодействовали. Значит, основной проблемой, которая мешает этой реакции, это наличие кулоновского барьера. То есть два заряженных шарика, два заряженных ядра, чтобы достичь определённого радиуса, и чтобы началось ядерное взаимодействие, они должны преодолеть кулоновский барьер. Вот кулоновский барьер определяется зарядом, произведением заряда двух взаимодействующих ядер и обратно пропорциональным радиусом. Вот одномерная модель кулоновского барьера, то есть ядро должно преодолеть его и выйти в соответствующее место, где у нас потенциальная энергия минимальная. Вот и трёхмерный, так сказать, потенциал, который объясняет этот процесс преодоления. Вот это говорит ещё о том, а зачем нужны ускорители. Значит, минимальная энергия ускорителя должна превышать энергию кулоновского барьера для реакции, которую мы собираемся исследовать. Значит, это вот, как я показал, реакция слияния 160 мэфи, это минимальная энергия, которая должна обладать ускорителем. Теперь ещё одна интересная вещь. Ну ладно, это понятно, это реакции взаимодействия двух ядер, мы должны преодолеть кулоновский барьер. А вообще зачем нужны ускорители низких энергий, высоких, сверхвысокие энергии, вот ЛХС, НИКа. Это определяется вот этой формулой из квантовой механики, где длина волны пропорциональна, обратно пропорциональна импульсу, а импульс, так сказать, определяет энергию. Таким образом, смотрите, каждый линейный размер объекта соответствует определённой энергии частицы. Вот совсем крупный объект, здесь в метрах всё дано, 10 минус 5, 10 минус 6. Это размер вируса, соответствует энергии 1 электроновой. Нам, конечно, не нужны для исследования таких объектов коллайдеры, ЛХС-системы. Нам достаточно иметь что? Электронный микроскоп, который имеет от 1 электроновой до нескольких десятков электроновой. Дальше. Дальше мы идём вот к нашей любимой атомной физике. Размер атома где-то вот от 10 минус 10 метров. Этому размеру соответствует энергия 1 КФ. Вот атомную физику можно исследовать на маленьких линейных ускорителях, называются электронные микроскопы. Вот такой в Гадельберге есть, и для этого опять не нужны ускорители высоких энергий. Наконец, ядро. Это 10 минус 13 стандартный размер ядра. Вот здесь от 1 МЭВа до 1 ГЭВа. Вот здесь уже нужны ускорители посолиднее. И, наконец, кварки. Да, уже вот этими энергиями мы здесь не обойдёмся. Для их исследования, для их получения нужны энергии ТЭВа и выше. Ну, кварки в свою очередь делятся, там вообще нужны 100 сотни ТЭВ. Вот для чего нужны ускорители разных энергий. Ну вот примерные размеры объектов, о которых я говорил, это вот граница Вселенной, 10-28 сантиметров. Вот рост человека, здесь почему-то 100 сантиметров. Это, наверное, без кепки показано. И вот радиус седра 10-13 и кварки лептона 10-17. Вот наши базовые установки в Дубне, в ОИАе, в принципе, перекрывают все эти области энергии. Значит, это вот нуклотрон, его состояние сегодня. Это наши ускорители тяжёлых ионов. Это высокие энергии, это средние промежуточные энергии, это проект, о котором говорил профессор Трубников, это НИКО, сверхвысокие энергии, это реактор, получающий нейтроны с высокой интенсивностью. Вот, в принципе, весь этот набор инструментов, ускорителей и установок перекрывает весь, всю область размеров, которую я, так сказать, демонстрировал. Теперь физика пошла дальше. Она уже не удовлетворяется только стабильными, пучками стабильных ядер. Ну, то, что мы говорили, кальций 48, аргон 40, это всё пучки стабильных ядер. Чтобы продвинуться нам по границе стабильности, нам нужны пучки, более обогащённые нейтронами или протонами. Тогда мы можем найти число нейтронов, прибавить их к мишени, к той же радиоактивной, и получить ядра удалённые от стабильности. Вот, в настоящее время, все фабрики тяжёлые ионы, они дополняются постускорителями и получают пучки радиоактивных ядер. То есть продукты реакции формируются в виде пучка и затем ускоряются на следующем ускорителе. Это так называемые фабрики радиоактивных пучков или RIPs Radioactive Ion Beams. И вот в понедельник 5 числа у нас будут выступать в аудитории практически все руководители проектов таких проектов радиоактивных пучков. Это Япония это GSA это Ганил Дубна Финляндия Яваскилла и так далее. Я думаю очень интересно было послушать эти новые проекты совершенно новой физики. Вот смотрите какая ситуация с созданием фабрик радиоактивных пучков в Европе. Значит это вот сегодня действующие это Япония это GSI это вот Италия это Ганил Спираль это Дубна Дрипс-1 это Изольда Рекс Изольда который действует. И вот фабрики радиоактивных пучков которые будут сделаны в 17-20-х годах на основе вот этих действующих фабрик. Вы смотрите весь мир по крайней мере в Европе в Америке то же самое начинает заниматься тем что уже получает пучки радиоактивных ядер пучки эзотических ядер не только в ядерной реакции образуются сами радиоактивные ядра но их пытаются ускорить. Вот пример это Церновский проект Изоль Фасилити вот такая сложная штука здесь мишень производящая которая производит радиоактивные пучки которые потом сортируются и формируются в виде пучков и разводятся по разным установкам это уже действующая система вот Рикен система которая создается это действующая система это новая которая вот уже почти готова и где-то на владельных установках уже получены первые результаты вот все время вопрос задается о стоимости таких проектов смотрите 2 гигаевро то что говорил профессор Трубников такой супер сколько стоит 200 миллионов ваш проект 500 ладно то есть в 10 раз меньше чем вот эти монстры следующий проект это проект французский гонил вот он поменьше он почти как наш как наша Ника стоит вот смотрите 128 и тоже очень сложная вещь это вот первый акселератор получает радиоактивные пучки транспортирует во второй линейный ускоритель который ускоряет их до нужных энергий но очень высокие интенсивности они ожидают интенсивность пучков 10 в 11 уже радиоактивного пучка вот ФР это проект GSI Дармштадт Германия тоже вот видите такой сложный проект цена его 1 гигаевро и вот наконец наш дубнинский проект дрипс дубна радиоактив аембинс который состоит в том что связаны два циклотрона это первый циклотрон который ускоряет стабильные пучки получает пучки радиоактивных ядер дальше транспортируется в следующий циклотрон который их ускоряет до нужных энергий и направляет на разные установки посмотрите несмотря ни на что у нас интенсивности в общем-то рекордные гели шестой 10 в девятый штук в секунду энергия от пяти до стимов на нуклон ну вот что он представляет в натуре это уже фотографии действующих ускоритель это линия это транспорт а это источник который преобразует продукты ионизирует их и направляет следующий ускоритель и наконец это колоссальный проект европейский проект который пока еще не решено где строй скорее всего это будет в Нормандии и во Франции который называется херезоль и вот который аналог церну только для европейского сообщества по учению пучков радиокниевых ядер будет такой мегапроект европейский международный вот видите какое серьезное внимание сейчас уделяется не только свойствам экзотических ядер их исследования но и получение пучков этих экзотических ядер и их использование для получения новых экзотических ядер удаленных от линии стабильности вот самая легкая часть этой таблицы протон-нетронной таблицы это изотопы водорода мы знаем что есть дейтерий 3G здесь кончается линия стабильности я покажу что мы нашли и обнаружили водород 5 на гелии 8 кончается здесь линия стабильности мы нашли и исследовали свойства гелии 9 гелии 10 то же самое берилли и бор общее понятие из физики значит я напоминаю что есть радиоактивные есть стабильные ядра которые живут миллионы лет это свинец в принципе вы знаете вообще стабильных ядер нет и свинец и вот железо 56 свинец они все радиоактивные но они стабильные в пределах нашей времени нашей жизни например у свинца 208 10-12 лет период полураспада его тоже изучают исследуют потому что там интересные вещи происходят по распаде но вот так называемые стабильные следующие радиоактивные ядра время жизни которых больше чем 10-12 наконец ядра нестабильные по отношению к спусканию нуклонов протонов нейтронов это так называемые квазистационарные ядра они живут от 10-12 до 10-22 секунды однако в реакции они образуются и проявляют свои свойства точно так же как эти ядра у них есть уровни системы здесь страшно и интересно идти дальше вот здесь искать нейтронные звезды супер нейтронные избыточные ядра которые могут оказаться уже не квазистационарными ядрами а радиоактивными ядрами вот характерное время жизни нестабильных ядер это 10-23 это время жизни за которые нуклон проходит через ядро вот считается что это характерное время жизни вот для таких ядер квазистационарных мы изучаем резонансы и ширина резонанса соответственно этим выражением не может быть меньше 6 мэр если она больше 6 мэр это ядро живет меньше 10 минус 22 и ядра как такового не существует ядерное нестабильное ядро вот такие представления о стабильности радиоактивности ядерное я приведу пример как исследуется вот ядра нестабильные мы используем двухтельные реакции вот такого типа АА в выходном канале ББ закон о сохранении массы и импульса мы пишем уравнение измеряем в эксперименте массу и импульс вот этих частиц Q энергия вычисляется и масса из комбан частиц определяется рисуется вот такая фазовая диаграмма если частицы имеют резонанс и квалистационарное состояние они находятся здесь стабильные ядра за граунд стоят за основным состоянием нестабильные ядра просто характеризуются фазовым пространством смотрите недавно был проведен эксперимент по поиску четырех нейтронов то есть системы стоящих четырех нейтронов во франции нагоним период четырнадцатый исследовалась фрагментация измерялись импульсы нейтронов и мы видим что было найдено семь событий которые существенно превышают события обычных протонов отдачи был сделан вывод что ребята мы нашли стабильный тетранейтрон однако эти данные до сих пор не подтверждены вот водород пятый который удалось синтезировать в нашей лаборатории и мы видим здесь граунд стоит основное состояние и некая структура которая соответствует структуре возбужденных уровней вот таким образом нам удалось построить схему уровней для всех изотопов гелия от гелия четвертого до гелия десятого вы видите что квалистационарное состояние характеризуется схемой уровней возбужденных и что интересно это зависимость энергии связи нейтрона от числа нейтрона значит это стабильность если отрицательная энергия связи то нейтрон нестабильная мы видим что энергия связи не падает катастрофически как это ожидалось бы а для десятого даже оно выше чем для гелия девятого то есть стабильность легких нейтронноизбыточных ядер увеличивается с увеличением числа нейтронов это говорит о том что в принципе надо идти дальше искать вот эти нейтронные ядра нейтронное образование нейтронные кластеры но для этого надо зайти очень далеко и предсказание что 8 нейтронов должно быть стабильно или 20 где роль играют оболочки но пока мы не нашли способа синтезировать нейтрон с 8 и с 10 нейтролями вот как выглядит таблица уже для более тяжелых ядер вплоть до кальция основную роль здесь для стабильности играют оболочки мы знаем что есть оболочка 8 20 28 и вот они должны в принципе по теории определять стабильность этих ядер вот эта схема до хрома до магния а это теоретические предсказания границ стабильности но вот видите как они сильно отличаются красные это оптимистические пессимистические таблицы Мюллера и Святецкого синие это японские данные более оптимистические то есть теория пока не очень определяет границу стабильности куда можно двигаться дальше а мы хотим получить синтезировать сильные нейтронноизбыточные ядра вплоть до нейтронных звезд ну вот пускай не обидится на меня карпов за такую картинку к сожалению теория говорит что вот даже такого жуткого животного можно описать имея не менее трех параметров а если слона описывать с хоботом вообще надо восемь параметров иметь поэтому не опираясь на предсказания теоретические которые в этой области ядер в общем-то не очень работают мы пытаемся экспериментально измерить массу и показать стабильность этих ядер вот что делается с изотопами магния при увеличении числа нейтрона магний-20 оболоченный нейтрон это здесь у нас деформация а это энергия потенциальная энергия этого ядра видно что магний-20 стабильный большая стабильность и определяется она вот сферическим состоянием этой ядра когда мы увеличиваем число нейтрона мы доходим на период магний-36 уже нулевая деформация нестабильная то есть сферическое ядро наконец магний-40 важно магический ядро оно совсем нестабильное при сферической деформации сферической и стабильностью объясняется сильная деформированность вот то что я вам показывал в форме ядер бананы там вот это применимо как раз к ядру магний-40 сильная деформация кубета двойка и больше приводит к тому что это ядро должно быть стабильнее действительно это было подтверждено экспериментом таким образом определяя переходы два плюса которые определяют деформацию ядер мы получили в этой сложной зависимости для разных ядер вот такой максимум перечисления тронов 16 это 20 обычная оболочка на основе чего был сделан выбор что при приближении к линии нестабильности нейтронный нейтронный дриплайн так называемый появляется новая оболочка не 20 а 16 такая же вещь для 28 для других ядер мы тоже наблюдали новую оболочку 24 таким образом вся ситуация стандартной оболоченной модели для этой области ядер меняется если мы всегда считали что магические числа которые определяют стабильность этих ядер это 2 18 20 28 50 то на границе стабильности эти числа меняются просто и сейчас совершенно непонятная новая так сказать называемая вот новая модель ядра новая модель оболочек с которой вот и работает сейчас в теоретике таким образом вот для этой области для средней области ядер мы определили в экспериментах линию нейтронной стабильности вот она магний 40 натрия 37 эти ядра все сильно деформированы мы определили что для этой области существуют новые магические числа 16 26 а не 20 28 и наконец вот необходимо хорошее теоретическое описание с тем чтобы прогнозировать свойства этих ядер более тяжелую область кстати это касается всех тяжелых ядер не исключено что и там оболоченные магические числа могут меняться дальше дальше я пропущу об этом рассказывал Карпов это очень интересное единство я несколько примеров приведу что вообще говоря согласно квантовой электродинамике вот такая структура ядра ядро и электронные оболочки может работать до Z170 однако предел существования элемента достигается значительно раньше из-за нестабильности самого ядра из-за того что он переобогащен протонами и начинает делиться ну вот эта таблица Менделеева которая была 140-150 лет там и назад это первая таблица Менделеева вот мы видим здесь рутерий открытый в Казанском университете здесь нету совершенно тяжелых ядер и я пропускаю эти картинки которые показывал Карпов да вот эти результаты наших дублинских экспериментов которые вы видите это логарифм периода альфа-распада для разных элементов и это теоретические предсказания с учетом того что есть оболочка 114-184 мы ожидаем что для этого ядра время жизни будет 10-8 лет я хочу здесь сказать что такое ну вот ну вот ну вот сейчас выглядит таблица Менделеева которую я обещаю заменить в этой аудитории на новую сейчас сделаем это дело а то она по-моему соответствует да ну и вот вопрос что дает это опять сельскому хозяйству да вот это открытие этих элементов во-первых число нейтронов которые сопровождают деление 114-го элемента это где-то 8 физики наверное знают что число нейтронов по делению урана 235-го который участвует потом в реакции ядерной сколько вот я Мефи наверное спрашиваю какой спектр нейтронов из реактора 5-й курс Мефи молчит домохозяйки знают какой Чернобыль был нейтронный поток сколько нейтронов при делении урана 235-го в атомном реакторе в бомбе ядерной ну кто-нибудь скажите кто больше академики это знают ну 2 где-то около 2 что около 2 нейтронов теперь а вот предсказание для сверхтяжелого это где-то около 8 нейтронов при делении его ураном значит вы представляете а это в степени восьмой увеличивает вероятность деления этого ядра энерговыделения значит если критическая масса для урана 235-х какая в атомной бомбе сколько ну кто больше сколько в атомной бомбе килограмм а а в атомной бомбе какое вещество какой изотоп ну это хорошо что вы все пассифисты вас это не волнует но где-то около 30 килограмм плутония это где-то 8-10 килограмм а здесь это будет меньше грамма критическая масса если удастся получить 114 вы представляете это маленькая батарейка которая может давать энергию для обеспечения энергии по указанию пока это фантастика конечно вот Карпов говорил что ему удалось 8 атомов получить да до грамма еще далеко но в свое время плутонии был получен 8 атомов это во время взрыва ядерного в Неваде 8 атомов а сейчас мы имеем десятки тонн плутония не знаем как от него избавиться я надеюсь что такая же участь и ждет 114 но это вот так для чиновников что дает это народному хозяйству мало того есть на картинке вы видите здесь очень сильно меняется свойство если ядра где-то Z120 имеет нормальную плотность и так сказать соотношение плотности это красная кривая нормальная то после Z120 уже вот эти кулоновские силы сверхсилы и кластерные я уже перескочил и кластерные вещи которые сейчас я научился уже переключать что-то не видно ни кластерных вещей ну вот они это ядро Z120 превращает в половину бублика если идти еще дальше 220 то это вообще получается бублик я не буду говорить опять что это дает народному хозяйству вы сами можете догадаться черная дра внутри ядра куда все втянется вот подумайте это правда или нет теперь давайте пойдем к более интересным вещам это вещи связанные с применением вот этой физики тяжелых ионов с использованием экзотических ядер например в астрофизике вот эти измерения которые я здесь написал это время жизни массы точные ядра это полное сечение реакции это очень важно для нуклеосинтеза это бета-нетронный распад экзотических ядер супернетронно обогащенные ядра в том числе нейтронные ядра N4 и N8 это для нейтронных звезд это все мы можем в принципе по крайней мере стремимся получать в лабораторных условиях это измерение ядерной температуры в реакциях чтобы проснулись вопрос а как ядерная температура имеется ну и градусникам как вы считаете вот у ядра ядерная температура вот профессор Трубников показывает температура там 10 в 9 10 в 11 эти ядра распадаются да вот в процессе взаимодействия образуются вот эти экзотические ядра с высокой температурой и один из способов они спускают частицы или легкие или не очень легкие типа идите берили и вот из спектра этих частиц наклон грубо говоря этого спектра он определяет температуру ядра вы не задали вопрос обычно спрашивают я показываю деформации там бублик банан вопрос а как вы определяете что это банан или бублик определяется из углового распорения гамма квантов вот деформация в ядрах снимается гамма квантами и уизмеряя угловое распределение гамма квантов по отношению к оси этого ядра с помощью различных программ там жанты и другие программы определяется форма ядра это точно так как томография определяет размер вашего органа да органы есть у вас ну вот если вы на томографию ходили вы знаете глотаются радиоактивные препараты а потом 4 пистон традиционная установка измеряет распыление гамма квантов вот эта томография пошла из ядерной физики это еще один из примеров использования ядерной физики сложные математические программы которые и восстанавливают 3D как вы любите сейчас говорить ну что такое вот 3D картину этого больного органа теперь я ушел от астрофизики к вот посмотрите один из пример для астрофизики вот нуклеосинтез мы говорим вот здесь показывали картинку до урана как образуются ядра это все ядра образуются в результате так называемого R-процесса вот у нас есть легкие ядра видите водород водород третий гели три гели четыре они участвуют в захвате нейтронов идет цепочка захвата нейтронов вот гелий до гелия восьмого все девушки устали сейчас я им спою что-нибудь может вернуться вот и вот такая цепочка образования за счет захвата нейтронов и бета-минус распада приводит к образованию новых ядер это так называемая цепочка или сценария нуклеосинтеза в R-процессе однако последние результаты которые были получены в реакции к радиоактивным ядрам вы видите здесь гели-6 участвуют гели-8 кроме времени жизни этих ядер еще очень важно сечение их взаимодействия вероятность того что они захватят другое ядро и вот посмотрите как поменялась эта картина вот эти красные линии это новый сценарий получения этих легких ядер вот в реакциях таких с радиоактивными пучками гели-6 пучок литий-9 литий-9 и разные мишени то же самое происходит и для более тяжелых вот используя пучки радиоактивных ядер пучки экзотических ядер мы исследуем картину нуклеосинтеза что очень важно особенно для более тяжелых ядер теперь еще одно приложение это уже для микробиологии например вы знаете что за проводимость нейронных сетей отвечает нейроны которые пока непонятно как исследовать вот это пока на уровне предложений предлагается использовать пучки радиоактивных ядер малой энергии для имплантации этого пучка радиоактивного в область вот этого самого нейрона не пучки энергии даже низких энергий которые разрушают эту структуру эту среду а имплантация легких радиоактивных ядер малоразрушающих эту среду в область нейрона или вот нижняя картинка это изменение хромосом то же самое мы воздействуем пучком внедряем имплантируем ее в область хромосом и изучаем положительные отрицательные аберрации которые в принципе ответственны за онкологию вот такие вещи можно исследовать наконец вот эта картинка относительной дозы распределения различных пучков по глубине образца это вот относится это будет завтра разговор наверное об этом это радиотерапия это уничтожение опухолей смотрите здесь разные частицы вот кобальт это гамма-кванты синяя кривая мы видим что по глубине образца практически вся активность которая которым облучается образец распределена по всему образцу это нитроны они немножко селективны примерно так же как гамма-кванты это мизоны 65 мэв которые более селективны и наконец тяжелые ионы сверху азот вы видите это просто узкий нож с узким распределением это распределение Брейта Вигнера так называемое который высаживает всю свою дозу на очень узком пространстве то есть вот сейчас тяжелые ионы даже экзотические ядра мы можем внедрять в область вот онкологии или опухоли вот радиоактивный пучок в очень узком месте он высаживается и потом еще некоторое время он ее облучает своим излучением ну не знаю закончить надоело? хотите кушать? у нас оружия хватит хотел одну картинку перед обедом покажу чтобы вы спокойнее обедали значит мы производим с помощью тяжелых ионов ядерные мембраны то есть это фильтры который имеет несколько десятых доли микрона вот вы видите здесь на картинке то есть мы используем методы радиационного облучения этих мембран апель я думаю сегодня расскажет об этом но я если Паша разрешаешь одну устрашающую патринку покажу для них для чего эти нужны мембраны ты будешь покажет это да да ну тогда я все ты только напугай как следует ну все я кончил сейчас я вам вопрос вы говорили про сверхтяжелый водород сверхтяжелый водород сверхтяжелый гелий гелий стабильные радиоактивные стабильные радиоактивные живут 10 минус 12 и больше это бета распад обычно вот потом есть квалистационарное состояние вот они живут от 10 минус 12 до 10 минус 21 а время жизни мы их определяем вот измеряя резонансы они вообще ведут себя как ядра у них даже уровни есть но живут они до 10 минус 21 то есть вот то что карпа показано у него там микросекунды живут а у меня это вообще даже не фентосекунда а там 10 минус 21 это что я даже боюсь произнести эту цифру но но при всем при этом вы знаете очень интересно они вот то что мы измеряем это уже в реакциях они вылетают мы как-то измеряем спектр сопряженного продукта не его но самое интересное что они могут жить в ядре вот такие образования аж 5 гели 10 вот в ядре они могут существовать с определенной вероятностью как сделать так чтобы они в наших земных условиях существовали это вопрос я показал что время жизни у них увеличивается так же как в случае сверхтяжелых мы идем к области стабильности время жизни увеличивается мы уже гели 10 который в общем-то нестабильный вероятность но она живет дольше чем гели 9 то есть тоже и мы стараемся мы надеемся что число нейтронов когда мы до 20 доведем уже будет ядерной силой компенсировать вот эта сила отталкивания когда 1 протон 2 протона 20 нейтронов вот это это вот как раз то же направление такое же как сверхтяжелых это сверхтяжелый изотоп и легких элементов большое спасибо за доклад пожалуйста вопрос очень простой вы нарисовали банан в качестве одного из возможных симметричных изображений ядра банан не очень симметричный все остальные очень симметричны это действительно так то есть есть ядра которые не оси симметричны но но почему они не симметричны не оси симметричны хотя бы а почему они должны быть все симметричны я вам показал есть информация статическая и динамическая так даже ядра стабильные нет динамические понятно да это во время реакции так эти тоже ядра образуются как динамическая деформация то есть они образуются в процессе взаимодействия вот такой И замораживается в таком виде, оказывается, что банан, вот соотношение его потенциальной... То есть его что-то изгибает. Да, да. Его изгибают, ну, ядерные силы его изгибают. А это ядро далеко от стабильности, совсем на границе. Вот там оказывается выгоднее, это опять расчет для теоретиков, к ним вопрос. Вот почему там потенциальная энергия такая минимальная, вот в таком варианте раскоряченном. Не знаю, вот это и есть вопросы. Вот здесь они, мои коллеги, очень много вопросов задавали. Я, к счастью, ни одного вопроса не задал. Но это тоже хороший вопрос. А почему они? Мало того, они оказываются более стабильные, чем обычные сферические ядра. С какого дохода? Вот будущие молодежи, если они пойдут в ядерную физику, будут работать на коллайдере, в конце концов. Вот это и... Вы видели, сколько ядер надо открыть. Сколько эффектов надо обнаружить и объяснить. Это вот все ваше будущее. Нам уже поздно этим заниматься. Мы констатируем факты, ставим вопросы и уходим в иной мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...